Беспрецедентный случай произошел на сегодняшнем заседании городского совета. С подачи коммунистов свои полновочия сложил один из старейших народных избранников. В действиях единоросса Юрия Федотова депутат от КПРФ Иван Ивченко усмотрел регулярное преследование личной финансовой выгоды. Впервые за всю историю Омской думы мандаты лишают вследствие обнаруженного конфликта интересов. Подробности в следующем сюжете. Неслыханному делу предшествовали многочисленные анонсы в средствах массовой информации. Неудивительно, что уже в перерыве к Ивану Ивченко выстроилась очередь телевизионных камер. Именно депутат от КПРФ обратился в комиссию по противодействию коррупции с требованием лишить полномочий провластного думца. На самом деле, если без пафоса, то сегодня рассматривается вопрос, который, наверное, должен показать жителям нашего города, что городской совет – это место, где принимаются честные и принципиальные решения. По информации, предоставленной коммунистом, единоросс Юрий Федотов неоднократно оказывал влияние на принятие решений городским советом с целью получения материальной выгоды. Народный избранник от КПРФ перечислил несколько любопытных фактов. Свидения указывали на то, каким образом представитель партии власти превратился в могущественного олигарха. Я хотел бы напомнить еще несколько фактов из его длинной биографии и богатой биографии, чтобы ни у кого не сложилось ощущение, что мы тут казним невинную овечку, там какого-то революционера, борца с системой и так далее. Это человек, который был все время в системе, к слову так. И именно господин Федотов, по моему мнению, десятилетиями, десятилетиями я подчеркиваю, стоял за разбазариванием муниципального имущества. В своем обращении Иван Ивченко рассказал о систематическом использовании Юрием Федотовым своего должностного, а затем и общественного положения. Как заявил на заседании Городского совета коммунист, начиная с 90-х годов, Федотов постепенно становился единственным владельцем городских предприятий. Среди них завод «Технический углерод», ряд муниципальных жилищно-коммунальных организаций и даже ИТ-банк. И это не говоря о сотне тысяч единиц недвижимости, которые каким-то образом оказались во владении единороса. Я указал только один факт конфликта интересов. Это конкретно его участие, его участие как учредителем многочисленных юридических лиц. Я еще могу напомнить и внесение изменений в 45-е решение этого правила благоустройства нашего муниципального образования. И когда он в прошлом созыве, как все прекрасно помнят, дополнительно, как председатель комитета, лоббировал выделение дополнительных средств на лифты, он учредителем является еще и двух организаций, которые занимаются обслуживанием подъемных машин, то есть лифтов. Поэтому это вопрос, который назрел. Действительно, это олигарх, это капиталист, обнаглевший капиталист. Лишение мандата вполне можно было избежать, если бы единоросс Федотов вовремя ставил в известность своих коллег по городскому парламенту об имеющемся в некоторых вопросах конфликте интересов. Однако это требование закона Юрий Федотов выполнял далеко не всегда. Явные факты использования положения народного избранника в корыстных целях не стали оспаривать и депутаты-единороссы. За лишение олигарха мандата городской совет проголосовал практически единогласно. Иногда лоббирование интересов, конфликт интересов, лоббирование интересов своих, как предпринимателя, и то, что человек не сообщает о конфликте интересов, вот находясь в бюджетном комитете по Федотову, это плохо. Необходимо, мне кажется, провести какое-то изменение в регламенте, в уставах и в законодательных каких-то документах. Не может быть депутатом предприниматель, чтобы не возникало таких вопросов. Ну, я не знаю, может быть, я последний раз выступаю на этой трибуне. Позвольте мне закончить тогда то, что я хотел высказать. Некоторые пешком под лавку ходили, когда были эти события, а рассказывают, как будто бы за углом стояли или в замученную скважину подглядывали. В своем выступлении с трибуны, которое сам Юрий Федотов назвал, вероятно, последним, единоросс заявил, что ничего еще вообще-то не кончено. Пока еще представитель партии власти намерен обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку изложенных коммунистам Ивченко фактов. Уже сейчас депутат от КПРФ предполагает, что олигарх попробует использовать свои обширные связи и вернуть себе кресло в городском совете. Вывернуть наизнанку неопровержимую информацию получится лишь незаконным способом. Продолжение следует...